Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поскольку это ценность, которая сообщает от чести души и мягкости сердца Всемогущий и Достославный Аллах возвысил эту благородную ценность, сделав ее одним из своих атрибутов, связанных с его именем Аль-Джаббар, то есть могущественной Аллах Слава Ему и Величие говорит Он Аллах, не Бога кроме Него, Он властелин, пресвятой, дарующий безопасность, надежный, хранитель, великий, могущественный Сура Собрания, аят 23 Ведь Аллах может превратить бедность в богатство, болезнь в здоровье, страх и печаль в спокойствие и счастье Аллах проявляет свою милость к своим рабам, чтобы облегчить их дела и утешить их сердца Так, например, мать пророка Моисея, мир ему, когда у нее сердце разбилось из-за страха за своего сына, мир ему Могущественный Аллах вернул его ей, чтобы утешить ее В Священном Коране говорится Так мы вернули его матери, чтобы утешились ее глаза Чтобы она не печалилась и знала, что обещание Аллаха истинно Но большинство их не видает этого Сура Рассказ, аят 13 Нраво утешения в трудное время проявился в жизни пророка Мухаммада, мир ему, благословение Аллаха Когда он вернулся к своей жене, госпоже Хадидже Да будет довольнее Аллах, сердцем которой трепетало от страха после того, как пророку Аллаха открылась истина, когда он находился в пещере Хира Тогда наша госпожа Хадидже сказала ему Нет, нет, клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором Ведь ты поддерживаешь связи с родственниками Помогаешь нести бремя слабому и отделяешь неимущего Оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды судьбы И когда наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встретил Джабир Абн Абдуллах Да будет довольен ими обоими Аллах Который пребывал в унине в связи с тем, что его отец погиб в день битвы при Охуде И оставил детей и долги Посланник Аллаха утищил его, сказав Обрадовать ли мне тебя, сообщив о том, как встретил Аллах твоего отца Аллах никогда ни с кем не говорил, кроме как через завесу И он воскресил твоего отца и говорил с ним без завеси И сказал ему, о раб мой, проси у меня, чего пожелаешь И он сказал, господ, оживи меня, чтобы не быть убитым на твоем пути снова Сказал господ, я уже постановил, что они, то есть мертвые, не возвращаются к ней, то есть к земной жизни Наш пророк, да благословите его Аллах и приветствует Дает нам в величайшей примере утечения Когда бедные мухаджиры сказали пророку, да благословите его Аллах и приветствует О посланник Аллаха, богачи получат все награды Ведь они молятся подобно нам и постятся подобно нам Но помимо этого они еще и раздают милостыню садака от излишков своего богатства На это пророк, да благословите его Аллах и приветствует, сказал А разве для вас Аллах не приготовил того, что вы можете раздавать в качестве садака Поистине садакой для вас становится каждое прославление и каждое возвеличивание И каждое восхваление и каждое произнесение слов небожества достойного поклонения кроме Аллаха И побуждение к одобряемому, и удержание от порицаемого И даже совершение полового оснащения каждым из вас является садакой Размышляя над исламским шариатом, становится понятным, что Он имеет цель утешить всех людей, особенно слабых Всевышний Аллах говорит Так не обижай жи сироту и не гони просящего подаяния Сура утра, аяты 9 и 10 Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует Тоже изрек А разве не благодаря одним, только слабым из вашей среды Вам оказывается помощь и даруется средство к существованию Однажды посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал Я и опекующий сироту будем в раю вот так же, близки И сказав это, он сделал знак указательным и средним пальцами Пророк, да благословите его Аллах и приветствует, также сказал Пекущийся овдови и неимущим, подобны сражающемуся на пути Аллаха Или тому, кто молится всю ночь напролет и постоянно постится днем Пророк, мир ему благословение Аллаха, еще сказал Одним из самых лучших дел является то, чтобы ты обрадовал своего брата-мусульманина Или отдал за него долг, или накормил его хлебом Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, также поведал Больше всех Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше ползы А среди деяний великий и всемогущий Аллах больше всего любит Когда приносят радость мусульманину Или избавляют его от печали Или выплачивают за него долг Или утоляют его голод И пойти вместе с братом по его делам Для меня милее, чем уединиться в течение месяца Для поклонения Аллаху в этой мечети То есть в мечети Медени Вот что я хотел вам сообщить Я прошу Аллаха прощения и для меня, и для вас Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение Последнему изо всех пророков и посланников Нашему господину Мухаммаду и его семье с подвижником И всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до сотного дня Дорогие единоверции Нет сомнения в том, что утешение в трудное время Это этическая ценность, которая распространяется И на солидарности всего общества Ислам никак не знает эгоизма или негативности Но скорее знает искреннее братство Принимает во внимание чувства людей и сочувствует им Посланник Аллаха да благословите его Аллах и приветствует, сказал Верующие в их любви друг к другу В милосердии и заботе друг о друге Похожи на тело Когда заболит в нем орган Откликается ему на это остальное тело Бессонницей и жаром Тем не менее, мы подтверждаем, что утешение В трудное время может быть как делом Так и хорошим словом Как искренней мольбой Так и искренним советом Или доброй улыбкой Передается слов Абудара да будет доволен им Аллах Что посланник Аллаху, мир ему и благословение Аллаха сказал Не пренебрегайте добрыми делами И не считайте слишком малым Встретив своего брата с радостным лицом Мы также подтверждаем, что утешение в трудное время Имеет большое влияние на единение сердец Объединение рядов И сплоченность общества О Аллах, дай нам делать добрые дела И утешать людей в трудные времена Вас-саламу алейкум в рахматуллахи в баракату Продолжение следует...